привет кто там смотри кто там смотрит видео покажите какой вы гриб нашли да в общем мы сегодня гуляем в лесу всей семьей меня зовут ион ермаков это настасья ермакова малыш малышочек это антон ермаков через неделю ему исполнится три года 17 августа 1900 нет вот эта привычка до советских времен ведь 2019 2019 год сегодня и представляете мы пошли погулять за грибами и начали делать видео трансляцию для наших друзей в контакте а интернет то слабый трансляция то не идет и мы решили давайте мы просто для вас запишем видео вот например сегодня мы обсуждали такой вопрос что интересно людям узнать от гуляющих от гуляющих по лесу грибничков что интересно людям узнать я сказал надо выбрать какую-то важную тему чтобы людям было очень полезно рассказать что-то умное ценное и важное на что настасья ермакова мне сказала вот что да нет мы же вышли в лес по грибы давай мы будем ходить и снимать о смотрите я нашел гриб о вы смотрите а тут брусника растет в нем какая она вкусная а вон там птичка поет ура ура вот я аргументирула это тем что люди возможно устали от этих изумных бесед а вот что-то динамичное просто спокойное видео где они будут но развлекаться смотреть между тем получать пользу они посмотрят они посмотрят и скажут как здорово на природе я тоже обязательно хочу выехать на природу то есть какая польза вдохновение люди получат отдохнуть расслабиться чтобы это было эмоционально то есть я не считаю что это совсем бессмысленно и бесполезно а вот напишите нам пожалуйста в комментариях вы часто смотрите видео эмоциональное такое как где-то просто кто-то ходит полет лесу корчит страшные рожи вот что-то болтает бессвязная бессистемная и бесконцептуальная вот или или вы выключаете нафиг такие бесполезные бессмысленные видео и смотрите что-нибудь такое на какую-нибудь важную тему ну давайте я вам сейчас расскажу на важную тему дело в том что я умею искать грибы уже очень много лет и ягоды тоже ну потому что так получилось что я вырос в лесу а вот настасья михаун тоже часто бывала в лесу да было такое в общем мы с ней познакомились на первое свидание поехали в лес искать грибы такая вот судьба а потом когда малышу не было сколько там два месяца да я его засунул слинг этот специальный рюкзак такой и ходил и вот так вот аккуратно нагибался с ним срывал грибок срезал какой-нибудь потом так вот аккуратно вставал чтоб его не потревожить есть даже где-то фотографии где мы с малышом ходим искать грибы короче суть в чем я знаю как искать грибы и ягоды в этом году мы гостили 10 дней в нашем любимом поселении родовых поместий которое называется светорусье и находится недалеко от города екатеринбурга и там мы собирали замечательную ягоду одна из одна из самых вкусных ягод в наших краях это луговая клубника что вы можете сказать про луговую клубнику персик так антон помнишь мы светорусье клубнику собирали еще она вкусная какая ягода еще вкуснее чем клубника малина вот это любитель малины да но малина немножечко бывает кисловатая а это клубника она такая не сладкая смысле на сладкая она не кислая это ее характерная особенность пожалуй одна из ну более вкусные ягоды может быть это черешня и точно тутовник от настаси михайловна кричит клубника так короче да мы плавно подходим мы плавно подходим к сыроежке плавно подходим к секрету кому как искать как искать ягоды и грибы я в этом году сыну раскрыл секрет антон антоша как правильно искать грибы расскажи секрет в чем чтобы найти много грибов и ягод что надо делать антонио и зрители ждут затаив дыхание зрители ждут затаив дыхание твой секрет который тебе передал отец как правильно искать грибы побольше как найти ягоды короче он сейчас не в ресурсном состоянии чтобы рассказать потому что он занят грибами но зато это вам могу рассказать я секрет простой надо быстро уходить оттуда где нет грибов и ягод а там где есть грибы и ягоды надо очень внимательно смотреть вот собственно и будет весь секрет поэтому я вам желаю вот что обязательно бывайте в лесу сейчас в россии или где вы там я не знаю но в общем лето сегодня 10 августа поэтому здесь очень хорошо но важный момент то что здесь будет далеко не всегда вот так хорошо так приятно так тепло будет сами знаете что вот когда начнется сами знаете что например там в октябре да может вот вот кстати еще один грибочек попался вот он давай да когда начнется сами знаете что лучше всего уехать туда где будет лето где можно будет каждый день купаться где будут свежие ненахимичные фрукты и классная в общем погода где можно будет гулять наслаждаться полдня не сидеть весь день какой-то комнате в каком-то помещении ютиться да по статистике я понял что среднестатистический россиянин сидит в своей комнате всю зиму практически на улице бывает 45 минут так грибы то тут есть или чё какой-то грибок растет но не тот вот а жить то лучше на природе на свежем воздухе вот еще два гриба собирайте поэтому да поэтому поэтому вот мы к вам вопрос который я задаю сейчас часто вы живете своей стране из какого состояния из страха что где-то будет еще хуже или из нужды потому что у вас нет компании и финансовых возможностей удаленной работы пока нету или вы живете здесь из состояния долга потому что это земля ваших предков и вам вы обязаны здесь прожить всю жизнь так и не попробовав пожить там где природа или бог места специально климат создали для человека так не пожив там даже одного года даже полгода не пожить там и не сравнив то есть вы выбираете одно из двух если вы пробуете если не пробуете выбирайте одно из одного или вы живете здесь из состояния любви потому что это самые прекрасные места для вас круглый год вот кстати еще два гриба вот и вот и вон там еще один вот то есть да вам вам предлагаю вам подумать об этом если вы поняли что вы хотите попробовать то напишите мне потому что это наверное не так трудно как кажется на взгляд многие россияне уже приезжают в россию погостить вот например хорошая погода прекрасное время года самый раз приехать в россию пойти в лес и погостить одно удовольствие вот хоть она и недолгое но все-таки поэтому вот вам к размышлению пишите в комментариях если чем мы вместе все придумаем как поехать например теплому морю где всегда лето и попробовать там хотя бы зимовать все всех благ вам наслаждайтесь и будьте здоровы и счастливы пока пока